Субботнее утро И люди уже начинают выползать А я решил начать вести свой видеоблог Много об этом читал, смотрел, думал Все, никак не мог собраться И вот наконец-то решился В маршрутке лучше всего сидеть Здесь вот сзади такое место Место двоечника, наверное Именно говорить нельзя, потому что водитель будет рыдаться Еще я люблю в маршрутке просматривать Уведомления своего телефона Которые не всегда удаются Просмотреть маршрутки Поотвечать на комментарии Вот Собственно Переместиться из маршрутки В более Глобальный мир, так сказать Люблю маршрутки С одной стороны Вроде бы Очень неуютно эта тема Маршрутках ездить А с другой стороны Очень интересно наблюдать За людьми В зимнее, конечно, время Вот именно сейчас Мне в маршруточке было Очень, так скажу я вам Прохладно Особенно потому что я сидел Возле задней двери Которая постоянно Открывалась И еще и продувает Вот Но с другой стороны Очень интересно Посмотреть на людей Как они себя ведут О чем они разговаривают Вот Тема Я когда жил в Москве Я очень любил Смотреть на людей Которые едут Навстречу тебе По эскалатору Когда заглядываешь В эти глаза И пытаешься понять Что в голове У этого человека Как он себя чувствует Какой у него Социальный статус Чем он вообще занимается Доволен ли он Своей жизнью И прочие Пироги Штука очень Такие Такие Интересные Вот Ну а В целом Чем еще хорошо На маршрутке То что Ты знаешь Что она все равно Поедет Если Она сломается В дороге То можно перестеть На следующую Что например Не всегда можно сказать О личном транспорте Что можно делать У отца в офисе Вот А это вот Наша Центральная улица Города Николаев Называется она Соборная Уже гуляют люди Вон детишки Даже ездят На Аттракционах На машинках Это такое у нас Одно из Наиболее посещаемых Мест города Тут есть всякие Кафешки Заведения Вот И люди Если не уезжают На выходные Из города Какие-то другие места Гуляют Здесь Вот А я уже Подхожу К бизнес центру В котором Сегодня У меня Состоится Урок По курсу Говори уверенно Вот Я уже о нем Рассказывал Вот Надеюсь Что этот курс Научит меня Общаться с вами Вот В первую очередь Я пошел На него Из-за того Что Очень захотел Вести Свой Видеоблог Здравствуйте Вам можно? Вот Это вот Мой Тренер Юля Привет Я холодный Привет Ир Скажи Ты любишь Ездить В маршрутках? Нет Почему? Ну там много Людей Они долго едут А сами люди Понаблюдать За ними Неинтересно? Люблю Наблюдают Когда еду И смотрю Из-за канав Всегда Как они идут В основном Идут вот так Глядя Вход На веселье Жень Любишь ездить Маршрутках? Да Почему? Потому что У них интересно Можно отдохнуть Посидеть Посмотреть Покров Музыку послушать Шансончик Он может собрать Такси Такси Свои телефоны Восемь Запираемся Возле памятника Да? Уверен Стоять Ходить по улице Все время Снимать себя на камеру В это время Говорить И не обращаться В моем Институте И очень Это Барьер Иду сейчас По улице Разговариваю С собой Как пример Да Нет Да Не Ну дело В том Что Иду Посовет Сейчас С этим Уже Мало Да Уже Лучно Бегу на остановку Встречаюсь С другом Со своим Сашкой Вот И поедем Мы На концертик Съездим Вечерний Николаев Вот Такое Неосвещенное Место Захолусье Свет Фар Отличная Атмосфера Для того Чтобы посетить Андеграундное Мероприятие Порядочный Пацанам Всем Как бы Всем Людям Мы ведем Прямую Трансляцию На Алле Уган Трансляция Трансляция Уган Уган Трансляция Куда Трансляция Он Он Трансляция Он Уган Трансляция Мир Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И тут такой заюзанный После концерта все болит После этого слэма Но дичайший кайф Именно от того, что Я давно так не угорал на концертах И, блин, ну это Это реально очень круто Вот этот полный отрыв Вот, не думаю ни о чем И сам формат мероприятия У меня очень порадовал Утро в офисе Самое мое любимое время Светит солнце чаще всего Если даже солнце не светит То все равно Тут очень хорошо попадает свет И офис постоянно светлый Вот, и меня это очень радует Потому что меня свет Очень сильно вдохновляет А особенно солнышко, так это вообще Вот, тут у меня Пока бардачок Пришли стеллажи икеевские Вот, очень я их хотел Люблю простоту такую Хипстерскую, да Ну, это у нас сейчас называется Хипстерская А вообще Обычно вот такие вот стеллажики Этот я еще не оформил Ну, это собрал только и Там поставил, что успел Сверху красный код будет Еще свечечки сюда поставлю Вот, а тут посмотрю Надеюсь, ну, думаю, наверное, что Внизу поставлю там Чайные всякие принадлежности А то они у меня сейчас вот таким образом Как-то на подоконнике Ютятся, что не очень хорошо А креселки мои любимые От Николаевской компании Southbacks, да Вот Вот они два В общем, атмосфера, чтобы можно было Попить чайку Опять же Поработать Собственно, такая Офис Чтобы Офис Зоны комфорта Я бы сказал Штаны купил, кстати Вот Первый день одел Очень прикольное решение С карманами Есть прекрасная возможность Разучиться Класть что-либо в карман Вот Вообще Сами по себе По форме Как они сделаны Материал Мягкий Мягкий И И плотный Такой Ну, типа джинсы Только такие Они прямо уютные И офигенные Короче Это Белаяр Компания Прислали мне Вот Ссылку могу дать Вам даже В описании к видео Вдруг кому-то захочется Тоже иметь такие Клевые штанишки Люблю пить Шу-пуэр Раньше Пил пуэры Вот Но Как потом оказалось Заваривал все Как-то не очень правильно И Вообще Не понимал практически Что я Пью То есть Мне казалось Что вроде бы Это Так вот оно и есть На самом деле Что пуэр должен быть таким Так-то он там заваривается Короче И вроде такой Ничего Вот Но когда я попал в чайную Когда мне Меня напоили В принципе Тоже пуэром Тоже шу И Блин Я ощутил совсем Другой И вкус И Приход И состояние И я Настолько просто Блин Ошизел От того Насколько Крутым может быть Этот напиток Что Я Сразу же Так подсел На чаи Вот Стал пробовать Все эти Пуэрчики Не скажу Что я Сейчас Прямо Напробованный Вот У меня Еще все Впереди Вот Мне дико Нравится Это Дело Вот И я Каждый день Нахожу Время Чтобы Попить Чаек Во время Таких Вот Чайных Перерывов Ну Если Дома То Я Стараюсь Ничем Не Заниматься А Средотачиваться Непосредственно На Чае На Чае На Разговоре С самим Собой Это Очень Отличный Очень Гармонично Получается Потому Что Сам Процесс Чаепития Располагает К тому Чтобы Можно Было Посидеть В тишине Подумать О чем Хорошем Вдохновиться На Что А На Работе У меня Такой Ритм Что Я Весь В Каких То Проектах И Мне Постоянно Надо Что То Творить И Что То Делать И Поэтому Даже Время На Чай Я Уделяю Потому Что Мне Очень Он Нужен Мне Очень Хочется Но В Общаюсь С Людьми Которые Мне Пишут Куча Сообщений Также Просматриваю Свою Инстаграм Ленту Отвечаю На Какие Комментарии Потому Что Когда Я Сяду За Рабочий Стол Опять Ж Смартфон Отлетит Куда То В сторонку И Мне Будет Не До Специальный Выпуск Про Его Вот Эти Вот Все Прибамбасы Думаю Всем Вам Будет Интересно А Сейчас Мы Просто Пьем Чай Даже Я Уже Попил А Андрюха Пьет Кофе А Я Уже Пытаюсь Работать Такие Вот Дела Передай Привет Салют Всем Привет Сегодня 13 День Отжимания Моего Участия В Флэшмобе По 22 Отжимания Вот И Так Буквально С моей Дочкой Евгенией Убегаем На Тренировку Вот Поэтому У нас осталось Буквально 15 минут Мы Повторим Наш трюк Но уже В моем Офисе Давай На батюшку Давай Держи Скрепка Есть? Да Погнали Держи 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 Отжимайся Хорошо Женя Тоже принимает участие в этом флэшмобе Раз Два Три Четыре Пять Шесть Семь Восемь Девять Десять Одиннадцать Двенадцать Тринадцать Четырнадцать Пятнадцать Шестнадцать Семенадцать Восемнадцать Девятнадцать Двадцать Двадцать Один Двадцать Двадцать два Ставь лайк Отлично Отлично а еще что обещают быть насыщенным и неизвестно успею ли я отжаться как-то где-то красиво я решил просто вот встав с кровати взять камеру спуститься во двор и сделать что-нибудь не запланированное что из этого выйдет давайте посмотрим попробую это сделать сейчас вот здесь напротив вроде получилось вот делать хорошие дела всем хорошего дня до новых своих друзей